Еще один патриот задержан в США, бывший руководитель курортов Северного Кавказа, куратор в строительствах Олимпийских объектов в Сочи 2014, Ахмед Белалов, арестован в Майами. Домик там у него последние несколько лет. Жил с семьей, обвиняют патриота в нецелевом расходовании бюджетных средств. Ах, да. Вам же, наверное, интересно, почему я этого господина патриотом называю. А дело в том, что человек успел поработать депутатом Госдумы с 99 по 2007, затем был членом Совета Федерации. Угадайте, какую партию представлял, а я вам не скажу, самую патриотическую партию, потому что, ну а теперь серьезно, слушайте, только у нас такое бывает, по-моему. Что не жулик, так обязательно выходец из этой самой патриотической партии, причем не мелочь, по карманам тырят такие прохвосты. Миллионы растаскивают, а партия-то все равно живее всех живых. На выборах ее кандидаты по 70-80% голосов избирателей получают. Прошедший единый день голосования подтвердил, партия сохраняет поддержку очень значительного числа граждан нашей страны. Вы можете себе представить, чтобы какой-то сенатор от республиканской партии США, например, запачкался в коррупции, да еще по-крупному? Как думаете? Какой результат показали бы те республиканцы на ближайших выборах после? Верно. Пролетели бы как фанера над Парижем мимо парламента? Это позорище, потому что пятно на всю структуру, потеря авторитета. Да я уверен, лидер великой старой партии госпожа Ромни Макданьел в прямом эфире на колени бы перед американцами встала, попросила прощения и подала в отставку. А в России рейтинги партии, в рядах которых выявляют жуликов, только растут. Причем чем больше жуликов разоблачать, тем выше рейтинг ЕР. А главный мерзавец в стране все равно Навальный. Он же донаты с молодежи собирает. Получает какие-то там переводы от физических лиц из-за рубежа. А вот обворовывал бы налогоплательщиков. Сразу уважаемым человеком стал у нас же как кинул народ, и ты патриот. Начинаем! В продолжении темы в Екатеринбург вас приглашаю. Там в администрации города есть такая Екатерина Кузенка. Трудится мадам на позиции замглавы. Несколько месяцев всего должность занимает, но уже обзавелась подпольной кличкой. Катя решала. Известный политтехнолог уже несколько месяцев, работая в мэрии, отвечает за связи с общественностью. Эта работа Екатерина Кузенка продолжит заниматься и в новой должности. Также новый вице-мэр будет отвечать за организацию крупных международных мероприятий на территории Екатеринбурга и развитие внутреннего и внешнего туризма. Так вот, всего за несколько месяцев пребывания в должности Катя решала, успела провести тендер на правильное освещение деятельности чиновников города Екатеринбурга, третьего города в стране. О, чудо! Тендер выиграли две ее подруги, одна вообще из Питера, понятия не имеет, где тут Екатеринбург находится, но получила почти 2 миллиона наших с вами денег, барышня, за то, что будет рассказывать до Нового года. Да какой молодец мэр Высокинский! Слушайте, где Урал и где Питер? Но они ведь там, в Санкт-Ленинграде, лучше знают о достижениях екатеринбургских чинуш. Вообще, конечно, классно! Я вот, например, никогда не был в Вологде. И жители Вологды, дайте мне пару лямов, и я вам поведаю, какой классный чувак, ваш глава! Девочки сговорились, так скажем, это Куземка, Боева и вот это вот Дина Борисова-Широкова. А в соцсетях не поудаляли, что они друзья. Ну, на Фейсбуке, на Одноклассниках и так далее. Я больше чем уверен, что сейчас, через пару минут, заходите, зрители, кто нас сейчас смотрят, они еще в друзьях. Я думаю, сейчас исчезнут из друзей. Но стал бы я вам рассказывать эту историю, если бы в ней все было так просто. Короче, на днях глава Екатеринбурга Александр Высокинский направил обращение губернатору Свердловской области Куйвышеву с ходатайством об объявлении госпожи Куземки благодарности от имени президента. Ай, молодцы какие! Журналисты региона обвинили барышню в коррупции, а глава города для нее президентскую благодарность. Выбивает это вообще как? Еще раз. Человек подозревается в махинациях с тендером. Почти 3 миллиона бюджетных рублей ушли подругам, заместителям мэра Екатеринбурга. Журналисты в эфире об этом кричат. Не то, что расследование какое-то не назначили. Напротив, благодарность от президента для девочки давайте попросим. Александр Геннадьевич, вы в своем уме вообще? Вас недавно вон в мае ткнули в вашу несостоятельность, горожане ткнули. Еще раз хотите? Я ни в коем случае не угрожаю и никого ни к чему не призываю. Я констатирую факты. Ваша чиновница запачкалась в нехорошей истории, скажу грубо, попалилась. А вы для нее благодарность от главного клянчите. Какой должна быть реакция общественности в данном случае? Это не я сейчас призываю людей выйти на акции протеста. Это вы делаете все, чтобы люди пошли митинговать. А это реальная журналистика. Поехали. Есть у меня один приятель, он брокер с 10-летним стажем. И я его спросил как-то, да ладно, вы еще выживаете? А он, оказывается, теперь на китайцах зарабатывает. Есть такая компания Синопек. Мне стало интересно, решил посмотреть, что за зверь такой. Если вкратце, одна из топовых международных нефтехимических корпораций. Что-то вроде нашего Газпрома, но из Поднебесной. Вот только если российское национальное достояние по уровню капитализации и доходности находится сегодня лишь на 18-й строке среди нефтегазовых гигантов. Синопек располагается значительно выше и потихоньку ползет к вершине. Специалисты утверждают, что ценные бумаги китайцев в обозримом будущем будут в цене только расти. И я, конечно, не особо в этом разбираюсь, но попробовать купить этих самых акций штук 30, думаю, можно. Потом расскажу, что из данной затеи получилось. Выиграю? Хорошо, не выиграю? Ну, не такие уж и большие деньги я вложить в это дело планирую. Хотя, если кому-то интересно, в описании оставлю ссылку на площадку, где ценные бумаги Синопека можно приобрести без лишних заморочек. Вы там же зарегистрируетесь. Кстати, в момент регистрации, возможно, сразу и цену застолбить, по которой хотели бы их продать. Например, 75 долларов, а сегодня они стоят 64. Хотите, через компьютер это делайте. Хотите, через приложение в Google Play на телефоне. Короче, ссылка внизу. Дмитрий Анатольевич опять порадовал, сделав совершенно чудное заявление. Он же председателем Единой России еще является, помимо того, что возглавляет Кабмин. Так вот, премьер предложил увольнять чиновников, потерявших внимание, доверие его партии. В сетях уже, к слову, мем соответствующий появился. Вы уволены. Почему вы потеряли доверие Единой России? Так я вообще в другой партии состою. Вот именно. Ну, а если серьезно, наш председатель правительства, он в какой-то другой реальности, по-моему, живет. У нас уже на выборах всех уровней кандидаты от ЕР открещиваются от своих. Не-не, мы самовыдвиженцы, никакого отношения к единороссам не имеем. Путин постоянно от них дистанцируется. Помните, в прошлом году ядру ведь запретили использовать слоган «Мы партия президента». Оно здорово пошатнуло рейтинг главного, потому что тут Анатольевич проснулся и давай шашкой махать. Будем увольнять тех, кто нам не нравится. А вы кто, стесняюсь спросить? Какая-то каста помазанников божьих. Вы просто политическая партия, одна из. В некоторых регионах вас даже уже во власти нет. А вы все что-то там ужиком проползти на судьбовершительную трибуну пытаетесь. То, значит, они выступают с инициативой приравнять оскорбления их партийцев к оскорблению представителей власти. Из какого перепугу? Не каждый единорос у нас представителем власти является и наоборот. Не каждый представитель власти единорос. Медведев живет в своем параллельном мире, в своем воспаленном сознании. Может, он так глумится над нами, издевается. Мы не знаем, он человек вообще такой своеобразный. Но никто серьезно уже к Медведеву-то не относится. Поэтому его инициатива это сродни тому, как новая инициатива Жириновского или новая инициатива Милонова какого-нибудь, или новая инициатива Ксении Собчак. Нет, я не против «Единой России», я против популизма, которым ребята из этой партии занимаются уже много лет. Только обещают, но ничего не делают. Вы возьмите. Совершите подвиг. Начинали же в 99-м бороться с коррупцией. Продолжайте. Только не на словах, а на деле. Объявили войну олигархам, так воюйте с этими олигархами. Не с журналистами или общественниками, вас критикующими, а с толстосумами, ворами, уничтожающими страну. У вас есть для этого все возможности. Крупнейшая партия в России, в которой состоит подавляющее большинство чиновников и депутатов. Самая развитая логистическая сеть. В любую дыру приезжаешь, ты обязательно найдешь там три вещи. Отделение Почты России, отделение Сбербанка и отделение Ядра. Что, повторюсь, мешает, наконец, у интересных избирателей поработать? Простой пример, пожалуйста. Полтора месяца назад состоялись до выборы в Госдуму. В Свердловской области мандат депутата получил биатлонист Шипулин. Раз уж про ИКБ заговорили, биатлонный комплекс «Динамо», на котором тот Шипулин тренировался, в упадническом состоянии, прибывает со времен Союза. Его толком не ремонтировали. Почему бы новоиспеченному депутату не озадачиться данной проблемой? Биатлонная база «Динамо» в пригороде Екатеринбурга будет реконструирована сегодня на спортивном объекте. К слову, этот сюжет вышел в новостях местного областного телевидения в 2014 году. Будем ремонтировать, говорили тогда представители власти, а вот вам сюжет из дня сегодняшнего. Пять лет прошло. Принимаем решение предварительно о строительстве там вот этого многоцена биатлонного комплекса. И опять будем что-то делать. У вас все время будем. А реально-то когда делать начнете и начнете ли, хотя... О чем это я? Ладно, все, закругляться пора. Это была реальная журналистика. Дальше сами все знаете. Ссылка на YouTube-страничку сверху. Подписывайтесь. В соцсетях тоже жду. В друзья добавляйте темы, предлагайте. Под ними мы обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok